МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Международный кулинарный салон Евразия-2014 создан под эгидой правительства Свердловской области и Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия. Место размещения – выставочный центр «Екатеринбург-экспо». Восьмой раз салон принимает поваров со всей Свердловской области. В этом году к участникам присоединились представители Кыргызстана, Казахстана и Саудовской Аравии. Полевской тоже не остался в стороне от этого масштабного события. Специалисты Управления рабочего снабжения Северского трубного завода в числе приглашенных команд. Как и в прошлые годы, наши земляки приехали на Евразию за победными местами. Три команды и два индивидуальных участника – лучшие в своем деле. Мы стараемся завоевать классные места, чтобы, во-первых, научить людей, второе – прославить родной город и поднять на знамя Северский трубный завод. Соревнование «Национальный обед» – участвует команда «Ностальжи». Задание продумали заранее. За 90 минут готовят закуску, горячее блюдо и десерт. Главное условие – ресторанная подача. Из 18 команд полегчане занимают пятое место и проходят во второй этап – так называемый «черный ящик». Там будет определенный набор продуктов, из которого они должны будут за 40 минут предварительных, а отведется и время там, они должны будут приготовить горячее блюдо, мясное, рыбное, что попадет, и десерт тоже. То есть будут готовиться дома некогда будет. Команда из Полевского выступает наравне с лучшими шеф-поварами из известных ресторанов Екатеринбурга, Челябинска и Кургана. Наши специалисты показывают высокие результаты и творчески подходят к своему делу. Достойному труду – достойное качество питания. Именно эта фраза стала основополагающей для конкурса кулинаров по рабочему питанию. В этом году на Евразии он проводится впервые. Команды управления рабочего снабжения в практическом задании основываются на доступности блюд в рабочем питании, по цене и по способу приготовления. Президент Российской ассоциации кулинаров России Виктор Беляев отмечает, «Хорошо, что власти вспомнили о социальном питании. Главное сегодня накормить детей, студентов и рабочий класс, на котором держится вся страна. Это очень важный сегмент для будущей здоровой нации». Эти люди, они работают на фабриках, на заводах. И они, самое главное в этой стране, они кормят рабочий класс. Они кормят людей, работяков. А что такое человек, который стоит у домны, у станка, он должен получать в среднем около 4200 килокалорий. Кулинар – это наука. А что получается сегодня рабочий? Бульон на воде, котлету из бумаги и кисель. Непонятно какой, да? Вот то, что сегодня ребята работают, соревнуются, они, я спрашиваю, здесь руководители заводов, фабрик, я спрашиваю, вы на самом деле так готовите? Или вы нам принесли такой сюрприз? Нет, говорят, приезжайте, на самом деле, это самое главное. Потому что питание людей, социальное, да, надо ставить во главу угла. Здесь вредных фастфудов не найдешь. Организаторы конкурса заложили в основу кулинарного салона пропаганду вкусной и здоровой пищи, которая готовится из натуральных продуктов отечественного производства. Слава богу, что сегодня та политическая обстановка, которая возникла с этими санкциями, да, наконец нас заставит научиться выращивать свой продукт, делать свое сырье и готовить на своих продуктах. Исключив китайский чеснок, испанский большой огурец, выращенный далеко не на Красноземье, вот, я и мои коллеги выросли в Советском Союзе. Да, были трудные времена, но мы питались хорошей нормальной пищей, был нормальный картофель, было нормальное мясо, и так далее, и тому подобное. Поэтому то, что сегодня демонстрируют, и то, что сегодня сделали в Евразии, наверное, а скорее всего правильно, что наконец-то повернулись лицом к массам. Соревнования по рабочему питанию. 16 команд, в числе которых 2 от управления рабочего снабжения. СМАК и Трюфель. Название придумали сами участники. Сегодня расслабляться некогда. Два часа на работу. В практическом задании повар готовит два горячих блюда, а кондитер – мучное изделие и десерт. Мы разрабатываем новые блюда у себя в Урсе. Мы кормим очень много человек. Более 6 тысяч человек – это только наши рабочие Северского трубного завода. Я думаю, нам не страшно участвовать ни в каких конкурсах. Да, волнительно. Но я думаю, мы все преодолеем и выиграем. Конечно, приходилось готовить уже и на работе, и дома. Мы тоже балуем своих близких. А почему такие блюда? Ну, они простые, доступные и по приготовлению, и по цене рабочих. Рабочие питания. Ценные качества, скажем так. В теоретической части представляют заранее подготовленное недельное комплексное меню для рабочего питания с учетом цен и калорийности. Команде «Смак» работать таким слаженным дуэтом только на руку. Они спелись еще на родине, в Полевском. Мы до этого работали вместе. Просто сейчас мы работаем немножко в разных сферах. А так мы работали вместе. И мы были командой, мы есть команда. Необычное сочетание рыбы и творога было придумано еще в 60-е годы 20-го века Институтом питания РАН как диетическое блюдо. И вот на конкурсе «Евразия-2014» команда «Урсы ТЗ» после долгих лет впервые решила попробовать вновь сделать это блюдо в номинации «Ее величество котлета». После презентации было принято решение ввести это блюдо в основное меню рабочих столовых городообразующего предприятия Северского трубного завода. После дегустации блюд жюри конкурса оценивает оформление презентационных столов участников. Команда управления рабочего снабжения «Смак» удостоена самых высоких похвал от поваров всероссийского уровня. Очень хороши сырные. Ну, да, да. Прям вот изумительные. И подача хорошая. Да, да. И все равно, и то, что внутри, там так хорошо, аккуратненько положено. И в одном, и во втором прям вот ровненько. Как из какого-то автомата сделано. Для первого раза, вот именно рабочее питание, они поразили нас. Можно сказать, поразили. Что делают простые повара, я не знаю, не в ресторанах, не таких, а именно в рабочих столовых. Очень все интересно, очень все вкусно, очень все полезно, главное, главное полезно. Наши мастерицы кулинарных дел каждый день готовят из простых продуктов вкусные и сытные блюда. Очевидно, что жюри нравится их работа. Итог дня положительный. Призовое второе место у команды «Трюфель» и звание «Лучший повар рабочего питания 2014» в индивидуальном зачете у Татьяны Габеркорн. Такой результат даже сподвигает на поэзию. На границе с Азией, в центре всей Евразии, стоит Северский завод. В Олевской живет народ. Славный у людей тех труд. Плавят сталь, чугун дают, трубы разные катают, только искры вылетают. Но не только столевары прославляют наш завод. Мы своим обедом вкусным кормим трудовой народ. Повара не лыком шиты, на обед столы накрыты, суп, котлеты и салат. Это наш посильный вклад. Мы приехали на конкурс не у стеночки стоять. Посмотреть хотим на асов и себя всем показать. Сейчас конкурсантам мешать нельзя. На кухне третий лишний. Идем на мастер-класс от шеф-повара Евгения Чукалкина. Мясо с овощами. Все продукты простые, исполнение шедевральное. Еще бы, он с 7 класса у плиты. Даже против своей мамы пошел не в радиотехникум, а в кулинарный. Так хотелось угощать людей вкусными блюдами. Евгений уверен, что и в рабочем питании есть положительная динамика. Это не просто котлету в пюре положить. К приготовлению еды в рабочих столовых повара подходят творчески. И это правильно. В рабочем питании сейчас правильно вы заметили, что повара стали готовить намного интереснее, вкуснее. Качество стало лучше. Соответственно, человек пришел после смены там рабочий на обед, покушал. Он остался довольный, счастливый и пошел дальше работать. Ну и я думаю, что мы, Россия, движемся в правильном направлении. В индивидуальных соревнованиях кондитеров из 15 мастеров Полевченко Анна Нанивская стала бронзовым призером. Акцент в ее блюдах ставится на начинку из исконно русской кухни. Смородина, брусника, грибы, курица и даже черемуха. Все ингредиенты в основе выпечки, приготовленной Анной. Самым популярным лакомством среди зрителей оказался пряник, разработанный специально к юбилею Северского трубного завода с изображением домны. Попробовать, увы, нельзя, только смотреть. По словам Анны, если бы все можно было продать, то ее ватрушки и пирожки разошлись бы за пять минут. В принципе, все гениально же просто, по идее, разобраться. Ну, в принципе, все делается, только немножко форма меняется и все. Как бы всегда все делалось, но форма поменялась, и оно что-то новое стало. В рамках международного салона организаторы проводят областной конкурс «Лучший по профессии». В номинации «Повар» выступает дебютантка из Полевского Анастасия Рифтова. Члены жюри единодушно называют ее «Золотые ручки». Пока жюри определяет лучших, в одном из залов экспоцентра проходит круглый стол по организации рабочего питания. Рассматривают важный вопрос – лечебно-профилактическое питание на промышленных предприятиях области. По этой теме можно и опытом поделиться, уверен директор управления рабочего снабжения Валерий Колотилов. Тем более, что УРС уже не первый год успешно обслуживает столовые городообразующего предприятия Полевского – Северского трубного завода. Мы когда начали работать немножко в историю в 2005 году, у нас было 12 столовых и буфеты. Ну, сейчас 41 предприятие в нашей организации ходит, около 6 тысяч человек сейчас немножко снизилось, потому что стройка закончилась, у нас была большая стройка, но 6 тысяч законно ходит. Это 2 рубля средний чек. У нас разработаны эконом-питания, у нас есть меню, в котором указана калорийность. И каждый человек, если он разумный человек, может подобрать себе необходимое количество калорий. Об этом везде информация висит, что ты должен 1600 калорий съесть в обед, для того, чтобы ты нормально восстановился, чтобы у тебя белок появился, чтобы ты работал. Красиво есть – не запретишь, уверены специалисты Управления рабочего снабжения. Победами на 8-м международном кулинарном салоне Евразия они в очередной раз доказали свой профессионализм и вновь прославили Северский трубный завод. Пятая межрегиональная выставка «Агропром-2014» проходит параллельно с кулинарным салоном. Здесь наглядно видно, как близлежащие области, в том числе и наша, работают над импортозамещением. Хантамансийский, Ямало-Ненинский округа, Тюмень, Челябинск, Курган. У каждой области есть достойные местные производители, которые сегодня на выставке с гордостью демонстрируют свои достижения. Вынуждены принимать защитные меры с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности. И то, что выставка на Урале для регионов Уральского федерального округа здесь на земле Свердловской сегодня происходит, это очень нужно для нашей страны. Хочу вам сказать, уважаемые производители российской сиркоспродукции, нами, конечно, недовольны многие недружественные и боящиеся России страны, представители властей. Наша мощь, наша держава российская и Уральский федеральный округ, вроде бы это не житница страны, но таланты, умы, школы еще советских времен, квалифицированных людей, которые посвятили себя и живут в самой сельской жизни в агропромышленном комплексе, нам позволяют уверенно смотреть в будущее. В рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства из федерального областного бюджета на поддержку агрально-промышленного комплекса Свердловской области на сегодняшний день потрачено почти 3 миллиарда рублей. И задел прочности, созданный такой поддержкой, позволяет нашим сельчанам добиваться достаточно хороших результатов. Хлебный дом виден издалека. Больше сотни дизайнерских караваев расположились на стендах Курганской области. Это далеко не весь потенциал наших соседей, но явно привлекающее внимание. Участие в этой выставке для нас очень почетно и необходимо. Она проходит ежегодно. Ну а что касается замечательных образцов продукции, здесь практически на это трудилась вся Курганская область. Из каждого района облпотребсоюза здесь приобрели по образцу несколько хлебокомбинатов, изготовили свои изделия. И вот в результате, я думаю, получилась очень неплохая экспозиция, которая наглядно демонстрирует возможности нашего края. Не только возможности, но и таланты. В последний день работы выставки каждый желающий смог совершенно бесплатно забрать понравившийся каравай. Этот символичный жест показывает широту души курганцев и пожелания сытного года. Продукты питания, безусловно, основной акцент выставки «Агропром-2014». Но здесь можно найти и творческих людей. Екатерин Бурженко с ленинградской фамилией Светлана Питерских соответствует культурному воспитанию. Светлана – член Союза мастеров Урала. Восемь лет занимается батиком. Ее коллеги – лоскутным творчеством. В Союзе мастеров Урала у нас представлено и возрождение разных ремесел народных, качество, лозоплетение, валяние с шерсти. Ну и есть современное направление – это изделия из камня в современной, в коже, в обработке и вот батику. Три дня выставочный комплекс «Екатеринбург-экспо» был полон людей. Одни пришли посмотреть, как соревнуются профессионалы кулинарного дела. Другим стала интересна выставка. По итогам этих насыщенных дней стало очевидно – агропромышленные кладовые Урала полны запасов. Но главным богатством по-прежнему остаются люди, которые личным вкладом прославляют и развивают свой регион.